Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников и их автобиографии Франсиско Николас и Турино Гонсалес. Испанский художник, постимпрессионист пасхского происхождения, иногда его классифицируют как фавист. И Турино родился в Сантандере 9 сентября 1864 года. В 1872 его семья переехала в Бильбао. Получил свои первые уроки рисования у своего дяди Эльвира Гонсалеса, который был поэтом, художником и музыкантом. Позже, после окончания августинской школы, он отправился в Льеш изучать инженерное дело. Но раннее увлечение искусством привело ее к тому, что он бросил занятия. И без ведома родители переехал в Брюссель, чтобы вместо этого изучать живопись в Королевской Академии Изящных Искусств. Чтобы продолжить свою новую обретенную карьеру, он отправился в Париж, где работал Санри Эвенпойлен, своим другом из Брюсселя. В 1901 году он продвинулся настолько, что смог выставлять свои работы в престижной галерее Вавар, рядом с тогда еще неизвестным Пабло Пикассо. Позже у него был показ в осеннем салоне. Вскоре после этого он вернулся домой, прошел пешком по Испанию, некоторое время жил в Саламанке, затем основал свою мастерскую в Севилье. В 1906 году он женился на Марии Жозефине Делик Шварц, с которой познакомился в Бельгии. Продолжал путешествовать по стране басков, Франции, Андалусии, которая была его любимым местом из-за пейзажа, хотя он также писал бои быков, фестивалей портреты женщин. Чаще использовал контрастные цвета. С 1111 по 2012 год он провел некоторое время в Марок, у Анри Матисса, близкого друга, с которым познакомился в мастерске Гюстер Моро, и у которого часто останавливался, посещая Париж. В 1920 году у него развилась гангрена одной из ног, и потребовалась операция. В следующем году ее пришлось ампутировать. Потребовалась дополнительная операция, и вскоре он столкнулся с финансовыми трудностями. Историк искусства Эли Фор помог организовать выставку в галерее Розенвер, на которой были представлены картины, подаренные Матиссом, Пикассо и несколькими другими друзьями Итурино. На собранные деньги он смог уехать к Аль-Сюрме на пенсию в 1922 году. И умер там два года спустя, 20 июня 1924 года, в возрасте 59 лет. Вот так вкратце из переводной википедии о художнике-постимпрессионисте Басксового происхождения, иногда его классифицируют как Фависта, Франсиско, Николас и Турино Гонсалес. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.